Все профессии нужны, все профессии важны. Но особенной популярностью последние несколько лет пользуются специальности технической направленности. Чтобы определить лучших и сформировать кадровый резерв, в стране четвертый год подряд проводится конкурс ТОП-100 лучших инженеров России. Конкурс состоит из двух этапов. Первый – заочный, проходит непосредственно на базе вузов и предприятий. Лучшие работы отправляются на очный финальный этап. За включение в сотню лучших инженеров участники решают сложные задания на одной технологической площадке, которая находится в Ульяновске. Я был приятно удивлен, как возрос уровень участников. Причем это относится как к специалистам, инженерам предприятия, так и к студентам. Сегодня были предложены замечательные, нестандартные решения конструкторских задач. Также ребятам были предложены сложные, достаточно технологические задачи. В этом году инженерам нужно было спроектировать несуществующую деталь. Время выполнения – 6 часов. Результаты судей приятно удивили. В прошлом году в основном задание касалось разработать трехмерную модель по уже готовому чертежу. В этом году мы проверяли творческие навыки студентов и участников и были приятно удивлены этим. Участники показали себя как действительно хорошие инженеры и студенты. Кстати говоря, студенты в этом году гораздо лучше себя показали. Конкурс 2017 запомнится не только новым заданием, но и отраслевой направленностью. С увеличением количества участников организаторы решили разделить инженеров по их же отраслям. Например, в конце сентября в Тюмени подвели итоги конкурса топ-100 лучших инженеров в нефтегазовой отрасли. Ульяновску досталась отрасль авиационная. Он начал уходить в отрасли, потому что мы хотим аранжировать количество инженеров, чтобы их не смешивать в одну кучу. И надо понимать, что в отраслях свои задачи. У нас есть желание в следующем году в том числе пойти в литейную промышленность. Церемония награждения состоялась 31 октября. Поздравить победителей приехал глава региона. Россия всегда была страной, которая очень внимательна, очень доброжелательна, очень с большим вниманием относилась к инженерным техническим кадрам. И, несомненно, остается именно такой страной. Именно это определяет наше преимущество по сравнению со многими другими странами. По итогам конкурса победителем в доминации моделирования КАД стал работник Ульяновского механического завода. По этому же направлению бронзу среди студентов взял выпускник технического университета. Я был полностью, как... Неожиданно это было для меня. Я не рассчитывал даже попасть в десятку. Но как судьба сложилась, я выбрал победителя. Конкурс, конечно, сложный, очень сложный по сравнению с другими конкурсами, в которых я выступал. Задание интересное, очень интересное. Для студентов конкурс стал отличной возможностью зарекомендовать себя перед лучшими работодателями, а более опытные специалисты смогли проверить свои знания и повысить квалификацию. Дарья Сударева, Даниил Сурков. Новости Ульянской правды.